нам приехали наши друзья из Санкт-Петербурга сейчас мы вам их покажем все должно было немножко иначе быть мы должны были встречать хлебом с солью пирогами но то ли они приехали чуть пораньше то ли я приехал чуть позже в общем не суть важно будем ориентироваться как есть пошлите здравствуйте дорогие друзья с вами Рэй Маника я наконец-то вернулся с отпуска поэтому в этот выпуск будет интересный насыщенный и более-менее радиорольный я надеюсь сразу к самому интересному перешли мы подготовились мы вроде готовились к приезду парней но что-то я забыл ну чё как вам какая у вас программа а мы только начали во сколько вы улетаете за мной вы видите большое количество лопаток мы сейчас упаковываем и отправляем вам думаю что этим количеством мы практически перекроем весь прошлый год еще пару неделек и мы закроем заказы практически все заказы этого года и будем активно готовиться уже к выставке и на выставку привезем я на по крайней мере на это надеюсь проведем большое количество лопаток старых новых коротких длинных все это можно будет попробовать подержать в руках и купить то есть у нас большие надежды на клинок который будет буквально уже через месяц гуля закончила новый такой мешок не на кейс сумку для топоров то есть то что в прошлом выпуске мы вам показывали для пробную версию для коротких топоров с 50 рукояти то это уже для таких моделей как финн лагерный или скопа то есть ведь он длинный здесь учтены уже все пожелания которые ну все нюансы которые мы поняли на прошлом чехле это клапан клапан из кожи вся фурнитура уже на латунная на латунных заклепках все собрано здесь посмотрите как сделано шикарно прям песня сделан кармашек для того чтобы положить зуточной камень скипидар щетки чтобы можем было обслужить топор здесь как сделано и сейчас пробуем еще одну версию это такого подобная сумка но она должна быть молнией она будет полностью раскрываться то есть условно вы в лесу или еще где-то просто разложили полностью сумку она вас получилась таким как условно как столом таким ну и местом для обслуживания топора то есть это одновременно и сумка и такое место рабочая зона для обслуживания топора все это мы также привезем на выставке все это можно будет поддержать и купить этот участок у нас пока же молчит все еще мы делаем переналадку перенасназку ждем пока запчасти нам придут миша наковал все лопатки открывал все что можно было он сделал сейчас занимается подготовка к выставке мы уже начали готовиться к выставке и миша сейчас делают особенные томогавки я думаю уже в следующем выставке мы вам покажем это будет топогавки специально от миши который можно будет купить только на выставке извините вы посмотрите валашка не видел я уже не знаю наверно полугода с прошлого клинка точно не видел а зря отличный топор отличная штука на самом деле даже не просто валашка это трость я думаю что наверное ближайшее время мы еще ведем такую новацию сделать инновацию мы короче делаем здесь отверстие и под кожаный темляк это будет просто на самом деле трость шикарно отличная трость артем наш товарищ артем который ведет канал время бушкрафта так как там бушкрафт тайм ходил с такой валашкой на кавказ поход не был категорийный по кавказу и он ходил вместо место походных вот этих палочек своих используем использовал он использовал валашку у него большая классная история есть мы про это публиковали и это круто потому что когда мы ходили в тагнай и мне предлагали взять валашку я на это как бы не вписался я подумал что это будет точно странная штука и будет очень тяжело артем втянулся и по его рассказам вообще ни разу не пожалел что взял с собой место место трекинг двух палок взял валашку хотя удивительно место купили не хватающей недостающей детали швеллер и парни до конца уже собирает готовку возможно уже скоро мы увидим как она работает практически собрали короб шумоизоляционную он помог действительно без него гораздо хуже теперь осталось его покрасить докрасить покрасить привести в порядочек и будет совсем по красоте я знаю что вы тоже показывали но я туда захожу и мне каждый раз радует волонтеры это сила дорогие друзья студенты спасибо за помощь я знаю вы видите у нас еще есть стены которые надо покрасить кстати судя по всему виталика взяли заложники и заставляли ему показать его показать как мы куем финны судя сопротивлялся не стал отказался а у него говорили добрый человек но ждем рубанков финнов думаю уже очень скоро самое классное того мы делаем защиту на молота вот такая вот матрешка это будут щитки молота на валы чтобы никого не намотали на ремни и вот такие вот с клеймом с топориками в солярном цеху юра наконец разобрал свой уголок сделал себе каморочку и вы посмотрите сюда пусто абсолютно пусто буквально четыре доски осталось у нас алексей михайлович уехал краснодар скоро при этом кур раз доской очень много материала купим возьмем опять наверно на два-три месяца а может быть гораздо быстрее стратим потому что уже совсем скоро у нас выставка и большие планы на эту выставку и мы еще будем усердно трудиться работать сделаем как можно больше изделий чтобы туда привезти у нас будет и клинок и фсд сейчас мы много материала покупаем на эти выставки на клинок на фсд ну и в мае месяц первых числах мая у нас еще будет выставка клинок но здесь на урале кстати куда вас тоже приглашаем я собрал бы середине мая но все равно в мае в конце концов и это уже совсем скоро с на самом деле очень много материала покупаем и доску и металл и кругляк лист для топоров для лопаток для тесел много покупаем кожи все готовимся активно выставкам но и постараемся забить наш товаром наш сайт и marketplace потому что у нас на озоне уже наверно как месяц практически пусто это плохо надо чтоб там все было что можно было и оттуда купить наш фрезер грустит дима умудряется как-то чинить одновременно и токарный и фрезерный станок но на самом деле все достаточно хорошо потому что мы когда его взяли мы его сразу запустили в работу а это было неправильно не хорошо так делать нужно было проводить полный капремонт или там обслуживание и вот сейчас уже через полгода как мы покупки его мы делаем капремонт станку и полностью обслуживаем ну смотри с ящиком почти закончил даже секретный ящичек склеил по идее папа мелочи подобрал не записывает и мы не делаем столерку нижнюю царгу уже масло пошел покрывать по идее вот сейчас это собрать и посмотреть как эти лапы тут лягут уже еще под пни там антона а кожа есть все есть нормально я проверял на самом деле сейчас надо как можно скорее заканчивать потому что у нас месяц да да то есть это вот то что как но если не успел а завтра что сядем с тобой пакетную рамку с ангелочками в золоте именно так именно это мы и сделаем русском стиле с медведями балалайками короче там котами всякими клево меня сначала другая концепция была но я думаю именно так мы теперь сделаем в очередной раз что-то сломалось и производство смотри какой уголок здесь можно прятаться прям вообще огонь юра сделал себе каморку наш как в детстве сидел шалаши и делал делал мне кажется юра до сих пор не отпустила все еще делаю шалаши парней а виллах можно на стену графики и все значит я понимаю смотрите герой похоже да похоже у нас гостях с вами владимир герой журнала про столярное дело отличный журнал всем советуем мастер мастерская выпускает рубанков рубанков нет или фабрика петроград вы кстати правильно говорите еще я сегодня буду себя вузу потерять так это одно и то же мы немножко стесняемся смущаемся потому что мы будем пробовать делать программу с мак и будем сегодня готовить владимир будет вам помогать в этом и будем пробовать раз разговаривать мы на самом деле уже очень много поговорили очень много я задал вопросов сейчас на какие-то вопросы будут повторяться не следите строго если он вам зайдет вам зайдет мы будем это показывать еще кого-нибудь приглашать в гости кто-нибудь там будет приезжать и мы будем с ним болтать а потом это будем вам показывать я думаю будет очень интересно мне будет точно интересно а вам не знаю я не искусство Ауу! Субтитры сделал DimaTorzok Мы тут, кстати, сделали небольшие декорации для ребят, точнее не для ребят, а горизонт, контора горизонт, которая снимает большой такой фильм про мастерскую, они весь год будут приезжать к нам, снимать, записывать интервью и вот для этих интервьюшек мы сделали здесь небольшие декорации. В общем-то, все очень здорово получилось и, думаю, в следующем выпуске мы уже, наверное, будем записывать отсюда. Здесь постепенно еще перекрасим стены, добавим красивый теплый свет и будет прям вообще красиво, здорово, прям по-взрослому. А сейчас будем прощаться. Большое вам спасибо, что смотрите наши выпуски. Ставьте лайки, рекомендуйте своим друзьям. Пишите обязательно комментарии, что бы вам показать и рассказать. Дружище, тот, который постоянно пишет про Настю, извини, в этом выпуске я не было, но на следующей неделе обязательно к ней зайдем. А сейчас расскажи нам, что бы еще тебе показать. До скорых встреч, друзья. Большое вам спасибо еще раз.